итак для вязания резинки нам понадобится наша пряжа у меня это drops непал цвет если интересно номер 06 18 и спицы номер 4 если хотите чтобы сидел берет по голове чуть плотнее возьмите спицы номер три с половиной и так я всегда достаю ниточку для набора из середины таким образом и сейчас мы наберем петельки для вязания резиночки необходимая на ваш размер которая указана в описании моем случае это 76 петель и на одну спицу мы начинаем убирать абсолютно обычным способом на одну спицу так набираем необходимое количество петель для вашего размера и так мы набрали необходимое количество петель у меня это 76 и нам еще необходимо добавить одну петлю для заключения вязания в круг мы распределяем наши петельки смотрим чтобы ничего не перекрутилась чтобы все было ровненько и поступаем следующим образом мы снимаем первую петельку с левой спицы на правую подхватываем последнюю петельку с правой и накидываем ее на первую петлю все здесь подтянули и вернули нашу петельку обратно на левую спицу потом берем маркер навешиваем все это у нас будет обозначением начала ряда и мы начинаем вязать нашу резинку один на один конечно первый ряд будет не совсем комфортно но как только мы его провяжем вязание будет идти очень легко все просто вяжем резиночку один на один и так я провязала первый ряд резиночки все ровненько нигде не перекручен обязательно тоже этот момент проверяйте и теперь до рисунка нам необходимо провязать 10 рядов резиночкой то есть вот она выглядит таким образом если хотите пошире вяжите ее пошире здесь у меня ровно 10 рядов так что я один ряд уже провязала и сейчас за кадром провяжу еще 9 рядов и встретимся с вами для распределения петель для прибавочек и вывязывания узора так что вяжем высоту резиночку и так я провязала 10 рядов резиночки в сантиметрах это примерно примерно это четыре сантиметра и сейчас мы переходим на спицы номер пять для заднего узора и вяжем первый установочный ряд лицевыми петлями в этом ряду мы должны прибавить петельки для узора которые будут равны конечном итоге 100 петелькам для каждого узора расписано сколько необходимо добавить в этом в этом ряду у меня это 24 петли и вот я специально не провязала последнюю петельку чтобы не потерять маркер я уже сразу на спицы начну переносить и так как мы будем прибавлять мы будем делать прибавки из протяжки между петельками вот мы ее взяли накинули на петлю провязали лицевой и обязательно вот таким образом не таким потому что если мы провяжем у нас будет здесь дырочка как от накида только вот так получится у нас лицевая скрещена все вот таким образом прибавляем наши петельки вяжем ряд лицевыми и прибавляем до тех пор пока у нас на спицах не будет 100 петель и так мы провязали наш первый установочный ряд и прибавили необходимое количество петель теперь мы начинаем вязать узор и первая петелька так делаешь и первая петелька у нас будет изнаночная потом накид лицевая 2 изнаночные 3 лицевые и две петли с наклоном вправо каким образом это делается заводится спица за вторую петельку на левой спице захватывается ниточка и протягивается все мы провязали потом 2 изнаночные накид лицевая 2 изнаночные 3 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо вот таким образом продолжаем вязать до конца ряда и так мы дошли до конца ряда здесь у нас будет 1 изнаночная и второй ряд мы вяжем абсолютно по рисунку все четные ряды то есть 2 4 6 так далее мы вяжем по рисунку то есть это изнаночная и накиды мы провязываем лицевой все просто вяжем до конца ряда по рисунку и встретимся с вами в третьем ряду так третий ряд и у нас здесь 1 изнаночная 1 лицевая накид 1 лицевая 2 изнаночные 2 лицевые и 2 петли с наклоном вправо все таким образом продолжаем вязать третий ряд до конца ряда четвертый ряд вяжем по рисунку и встретимся с вами этом ряду 5 ряд и здесь у нас 1 изнаночная 2 лицевые 1 накид 1 изнаночная 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо еще раз 2 изнаночные и лицевые накид 1 лицевая 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо с таким образом продолжаем вязать до конца ряда и соответственно все наши четные ряды мы вяжем по рисунку и накид и провязываем лицевыми 7 ряд 1 изнаночная 3 лицевых 1 накид 1 изнаночная лицевая 2 изнаночные 2 вместе с наклоном вправо 2 изнаночные и 2 вместе с наклоном вправо продолжаем так до конца ряда 9 ряд 1 изнаночная 1 петельку лицевой снимаем нить за работой 1 лицевая и накидываем нашу снятую петельку на нее все это одна протяжка далее 3 лицевых 2 изнаночных лицевая накид 2 изнаночные еще раз 1 лицевая снимаем нить за работой провязываем следующую петлю лицевой и накидываем на нее не провязанную петельку все три лицевые 2 изнаночные на лицевая накид и далее таким образом до конца ряда 11 ряд 1 изнаночная 1 снимаем нить за работой 1 лицевая протягиваем 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая накид 1 лицевая 2 изнаночная снимаем нить за работой 1 лицевую 1 лицевую провязываем накидываем 2 лицевые 3 изнаночные 1 лицевая накид лицевая 1 снимаем лицевую нить за работой 1 лицевая 1 лицевая 1 лицевая 1 лицевая накид 2 лицевые 2 изнаночные 1 снимаем лицевую нить за работой 1 лицевая накидываем сняту петельку 1 лицевая 2 изнаночных 15 ряд 1 изнаночная 1 лицевая нить за работой снимаем 1 лицевая провязываем и накидываем снятую петельку 2 изнаночных 1 лицевая накид 3 лицевых весь на ночных одна лицевая снимаем нить за работой 1 лицевая накидываем ее на нее снятую петельку так мы провязали 24 ряда нашего узора и это был наш первый этап второй этап это уже будет вывязывание наших клинышек вот этого чудесного хвостика так что приготовьте маркеры и чулочные спицы так мы переходим к распределению маркера если заметили то здесь уже вот у меня пошел второй моточек то есть как раз где должны быть клинья у меня закончился первый моток и мы распределяем их следующим образом вот маркер начала ряда а одна наша изнаночная мы ставим маркер отсчитываем 19 петелек все 19 ставим маркер 1 петелька ставим маркер вот мы вот в этом участке это будет наш клин будем сокращать наши петельки а маркером и мы отметили ту петельку до которой и после которой мы будем провязывать петельки вместе все дальше от маркера опять читаем 19 все 19 маркер 1 петелька маркер еще 19 19 маркер 1 лицевая маркер так что петельки не убежали еще 19 маркер 1 петелька маркер и соответственно вот здесь у вас должны остаться то маркера начало ряда тоже 19 петель все мы распределили у нас 19 петелек между нашими маркерами и сейчас мы начинаем сокращать наши нашу макушку беретта и теперь мы рисунком больше не вяжем у нас идут лицевые петельки пока удобно можно продолжать вязать на круговых рядах далее можно перейти на чулочные кому как удобно либо вы можете перейти на спицы с длинной леской и вязать способом magic loop и так мы так я здесь привяжу переснимаем маркер начало ряда 1 лицевая маркер и 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо как мы это делаем заводим за вторую петельку спицу так же как мы делали в рисунке и провязываем их вместе лицевой все дальше с 15 все 15 лицевых одну снимаем лицевую не провязанной нить за работой 1 лицевая протягиваем ее снять через нее снятую петлю все маркер 1 лицевая маркер здесь наклоном вправо все и таким образом мы сокращаем петельки в каждом клине в каждом втором ряду то есть мы сейчас первый ряд провяжем сократим второй ряд мы провяжем по рисунку не будем сокращать ничего и опять будем делать наше сокращение до тех пор пока у нас на спицах не останется по 5 не по 5 а всего 5 петелек у нас с вами должно остаться мой последний ряд там провяжем все петли и вместе так что давайте самостоятельно провяжем наши клинышки и встретимся с вами для вывязывания нашего хвостика и так у нас 15 ряд наших клинышек мы здесь должны поступить следующим образом мы переснимаем маркер начала ряда снимаем эту петельку не провязанной убираем маркер возвращаем провязываем две петли вместе наклоном вправо следующие две петли также самое вместе убираем маркер убираем провязываем 2 вместе следующее тоже мы все петельки сейчас провяжем с вами по 2 вместе и 1 все мы сократили вдвое наш наши петельки у нас должно остаться 4 7 10 петелек сейчас мы 16 ряд вяжем по рисунку все так и 17 ряд мы также провязываем все петли 2 вместе лицевой все в итоге у нас должно остаться 5 петелек аккуратно придерживайте если как его если вы как я вяжете на чулочных все теперь мы это важный момент переходим к вязанию нашего хвостика убираем маркер начала ряда и переносим наши петельки на одну спицу таким образом все теперь мы будем на этих двух спицах вязать хвостик первый ряд провязываем петельки 1 снимаем так как она у нас провязана лицевыми делаем следующее сдвигаем спицу и первую петельку провязываем это второй ряд опять все лицевыми так сдвигаем третий ряд это у нас по сути дела пол и шнур все лицевые так сдвинули все лицевые все это четыре ряда нашего хвостика мы сейчас отрежем нить и стянем наши петельки если хотите больше но я думаю больше вряд ли идеально вот эти вот четыре ряда сейчас мы отрежем ниточку и протянем нашу затянем петельки протянем ниточку внутрь отрезаем ниточку берем крючок переносим и стягиваем наши петельки так все берет готов надо спрятать кончики вот таким образом мы связали наш берет и он пока еще вот такой бесформенный но сейчас мы сделаем влажно-тепловую обработку и придадим ему форму ну вот видите это четыре ряда я думаю нам достаточно для хвостика вот но перед влажно-тепловой обработкой ну кто как привык вы можете спрятать кончики либо сделать это после ну лучше конечно сделать это до и чтобы после стирки у нас все красиво легло в полотне так что прячем кончики и переходим с вами влажно-тепловой обработки ну 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 итак наш берет готов мы спрятали все кончики но он сейчас совсем не похож на беретом такую шапочку не расстраивайтесь сейчас мы сделаем влажно-тепловую обработку и он примет свою хорошую красивую форму для придания формы берету нам нужна тарелка моя в диаметре 27 сантиметров и это идеальная такой диаметр для беретом диаметр для берета вы можете не знаю может быть если хотите больше чтобы были была его окружность использовать больше но по мне я не люблю такие большие объемные береты растянутые ну поменьше я думаю он не будет смотреться я думаю что для нашего берета для моего берета идеальная окружность идеальная окружность 27 сантиметров и еще такой момент что если вдруг у вас нету тарелки ну надо что-то такое прочное да чтобы оно не сворачивалось еще как вариант есть знаете такие разъемные формы для выпечки да когда остается дно вот оно тоже подходит то есть вы эту форму убираете которая держит да и у вас остается просто вот такое вот дно на которое вы тоже сможете посадить свой берет так что сейчас переходим к влажно-тепловой обработки и потом покажу как надо распределить берет и так я приготовила воду еле теплую можно даже холодную если боитесь то что мало ли температура не та которая нужна просто наберите холодной воды в общем средством для шерсти и мы просто замачиваем наш берет даем ему полежать около получаса потом прополоскать выполоскать все средства чтобы перетек был чистый отжать аккуратно лишнюю влагу взять полотенечко закрутить его в полотенечко и тоже слегка слегка его прижать в полотенце руками чтобы вообще вся лишняя влага ушла и тогда уже приступим к распределению берета по тарелке я прополоскала берет вот у меня в полотенце я отжала лишнюю влагу и теперь перейдем к распределению берем нашу тарелочку и просто натягивая не переживайте он потом примет форму так вот распределяем прям таким вот образом переворачиваем и вот прям вот так сдвигаем все и смотрим чтобы у нас рисуночек распределился ровненько потому что от того зависит от того как он высохнет такую он форму принят все так ничего сложного мы оставляем его высыхать на тарелочке и после он примет вот такую форму когда мы его снимем он высохнет видите будет уже вот такой вот формы диаметре я сейчас скажу после высыхания он будет примерно так 26 сантиметров то есть сантиметр уйдет после того как мы стянем его по тарелочке то есть тарелка у нас 27 он потом сожмется и примет форму красивую вот такой вот так что вяжите с удовольствием я надеюсь вам понравился мой мастер класс если вы еще на меня не подписаны то пожалуйста подписывайтесь и не забудьте нажать колокольчик для оповещения новых видео ну а я с вами прощаюсь до новых встреч